Год протестов, задержаний и арестов в Беларуси ввел в обиход новые слова и выражения. И чтобы их понять, нужно разобрать, откуда они произошли. Ну, например, тихарь, бусик, хапун. Все эти слова так или иначе связаны с событиями, которые происходят в стране вот уже год. Значение этих слов знают далеко не все. Давайте разбираться по порядку. Тихарями называют людей в гражданской одежде, которые задерживают активистов на протестах. Часто они снимают протестующих на камеру. А вот чего они точно не делают, так это не представляются и не показывают свои документы. Задержание такими людьми выглядит просто как похищение. Бусик, микроавтобус силовиков, в который сажают задержанных. Его, кстати, часто используют тихари. Хапун — это массовое задержание участников акций протеста. Пошло от белорусского слова «хапать» — «хватать» — синоним Вентилова. «Я батинг» — так иронично называют митинги в поддержку Александра Лукашенко. Слово произошло от слогана «Я, мы, батька». Некоторые считают, что его придумали российские политтехнологи, поскольку сами белорусы практически никогда так не называют Лукашенко. Следовательно, «Я, батьки» — люди, которые его поддерживают. Вот классический пример «Я батик» на «Я батинге». За батьку! За батьку! За батьку! Лукашенко и сам сгенерировал несколько новых слов. И кукловоды — одно из них. Ну, не то, чтобы этого слова раньше не существовало, но для белорусов оно теперь имеет немного другое значение. Кукловодами Лукашенко назвал иностранцев, которые якобы управляют протестами в Беларуси. Вот что заявил Лукашенко сразу после начала протестов. «Вот мне утром доложили, по одному разговору мы видим кукловодов. Вот одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят». И еще одно выражение от Александра Лукашенко — «синие пальцы» или «держаться синими пальцами». Это слова Лукашенко, сказанные им в ноябре 2019 года после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. «Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло». «Змогары» — так сторонники Лукашенко называют протестующих. Слово, как правило, употребляется в негативном контексте. «Змогар» — от белорусского слова «змогаться», «сражаться». В обычном контексте оно имеет положительный оттенок. К сожалению, слово «химия» за последний год белорусы стали употреблять часто, только в непривычном контексте. «Химия» в белорусских реалиях означает ограничение свободы, восправительным учреждениям открытого типа. Вообще, термин «химия» появился еще в СССР в послевоенное время, когда труд осужденных стал активно использоваться на стройках и вредных производствах, в том числе на химических заводах. В Беларуси такой вид наказания активно применяется до сих пор. Через химию прошли известные белорусские оппозиционные политики, такие как Николай Статкевич и Павел Северинец. Есть еще такое понятие, как «домашняя химия». Это ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. БЧБ от «бел», «червоно», «белы». С белорусского «бело», «красно-белы». Речь идет об официальном флаге Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах. Он же был государственным флагом Республики Беларусь в первую пятилетку ее независимости. После президентских выборов 2020 года за БЧБ-символику и даже одежду в этих цветах белорусов штрафуют и сажают на сутки. Известна фраза силовиков «работаем по схеме БЧБ», это значит «задерживаем всех с белокрасно-белой символикой». В июне 2021 года белорусская МВД инициировала включение белокрасно-белого флага в перечень нацистской символики. Это лишь некоторые слова и выражения, которые возникли на фоне президентских выборов и протестов в Беларуси. Пишите в комментариях о существовании каких понятий вы не знали или делитесь новыми.